Откройся! Это заклинание, как выяснилось, даёт доступ не только к сказочным сокровищам, но и к реальным сбережениям москвичей. Бывшие сотрудники Билайна нелегально делали дубликаты сим-карт и пытались опустошить электронные счета, привязанные к номерам телефонов. Александр Карпов встретился с жертвами кибер-карманников и узнал, можно ли уберечь наши виртуальные кошельки. Когда у предпринимателя Анна перестал работать телефон, она даже не думала, что это настоящее кибер-ограбление. Был запрос на вывод 72 тысяч с Яндекс.Кошелька, но поскольку я заблокировала кошелёк фактически в течение 15 минут, дальше злоумышленники взломали почту, с которой они продолжали общаться с сотрудниками Яндекс.Денег под моим именем. Сим-карту без ведома Анна перевыпустили в Екатеринбурге и отдали злоумышленникам. И даже замена ею симки в офисе Билайна результатов не принесла. Сотрудник сказал, что сейчас мы установим с вами все защиты, которые только можно. В системе было написано предупреждение, что можно получить сим-карту только в городе Москва, только с предъявлением паспорта. Через 47 минут после этого в городе Омске была выдана моя сим-карта без документов неизвестным людям. И так четыре раза подряд. Расследование показало, в деле замешаны сотрудники Билайна. Её сим-карта была заменена на основании липово оформленной нотариальной доверенности. Во втором случае, в другом городе, к сожалению, наши бывшие сотрудники, воспользовавшись знакомством в офисе продаж, произвели замену этой сим-карты уже даже без этой доверенности. Дальше просто. Похититель симки запрашивает у привязанных к её номеру банковских сервисов пароли, якобы на восстановление доступа к счетам. Достаточно просто знать номер телефона и электронную почту жертвы. Не обязательно, что они были даже украдены. Вполне возможно, что это социальная сеть. В ней сразу фигурирует и адрес электронной почты, и мобильный телефон. То есть человек сам всё уходит? Конечно. Нечто похожее произошло и с Павлом Лабутиным. Его сим-карта тоже была перевыпущена по фальшивым документам. Увели порядка 240 тысяч со счета. Я Билайн позвонил на горячую линию. Мы сожалеем, бла-бла-бла. И никаких к нам претензий нет, потому что замена производилась по вашему паспорту. В Билайне утверждают, что дела о дубликатах сим-карт уже переданы в полицию, а все подозреваемые сотрудники уволены. Люди, знающие кибермошенничество изнутри, утверждают, это налаженный бизнес, в котором задействованы сотрудники банков и мобильных операторов, через которые проходят личные данные жертв. Но в первую очередь отслеживаются суммы на электронных кошельках. Попадают в зону риска люди от 70 тысяч рублей, потому что атаковать ваш кошелек, грабить, будем называть вещи своими именами, ваш кошелек с 20 тысячами нерентабельно. К сожалению, у нас не регламентирована какая-либо ответственность, кроме дисциплинарной, за то, что по поддельной доверенности выдается сим-карта. Если бы за такие вещи лишали лицензии, эта проблема была бы решена одним днем. Пока же, говорят специалисты, выход один не привязывает номер своего мобильного телефона к аккаунтам в интернете и банковским картам. Александр Карпов, Олег Иванов, Александр Косинков, Вести, Москва.